Совсем недавно лучшие бойцы Дальнего Востока вернулись с чемпионата мира по КУДО. Наши спортсмены показали там стопроцентные результаты и привезли 11 различных медалей. Молодцы! Однако на этих ребятах все местное КУДО, увы, не построишь. Обязательно нужна смена и новые свежие силы. Проявить свое «я» новым бойцам удалось на чемпионате и первенстве ДВФО. Эти соревнования ежегодные. Это главные старты Дальневосточного федерального округа. Цикл заключается в том, чтобы отобрать лучших спортсменов для участия в чемпионате России и в первенстве России. Получить путевку на Россию захотели порядка 200 спортсменов со всех уголков Дальнего Востока. КУДОисты приехали максимально разноплановые, поэтому бои получились яркие и непредсказуемые. Было много и молодежи. Ребятам до 18 лет приходилось особо тяжко. Ведь такие важные старты, а точнее подготовка к ним, порой занимает все свободное время. У меня сейчас 11 класс, сложный период, и я очень много времени уделяю подготовке именно к экзаменам. У меня просто нет времени тренироваться. Но все равно моя любовь к УДО просто неисчерпаема. Когда я не хожу на тренировки, мне просто начинает цениться мой вид спорта. Я просто не могу без этого. Так как это последние крупные соревнования года в Приморье, то наставники, да и сами спортсмены смогли подвести некоторые итоги проделанной работы. Представители Дальневосточной Федерации отмечают, за 2018 год у Владивостока появились сильные конкуренты, вроде бойцов Хабаровска, Сахалина и Еврейского автономного округа. Но все же пока соперники немного отстают. А все потому, что система обучения КУДО в Приморской столице иная, и выверена она годами. Грамотно подобранный тренерско-преподавательский состав, и соответственно есть преемственность. Те ребята, которые вчера были чемпионами мира, ну в четвертом чемпионате мира, они уже тренируют. И Дигама, Новозям, Константин Карауль, Шаламаев Евгений, братья Черныхи, все тренируют. Большую часть наград разделили кудоисты Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и Находки. Новым звездам КУДО по итогам соревнований вручили грамоты и кубки. А первым и вторым номерам пожелали удачи на предстоящих всероссийских соревнованиях. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.